Решим третье задание из тренировочного варианта единого государственного экзамена по математике. В магазине вся мебель продается в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 10% от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 3000 рублей. Во сколько рублей обойдется покупка этого шкафа вместе со сборкой? Первое действие. Найдем стоимость сборки, которая составляет 10% от стоимости шкафа. Как найти 10%? Можно по-разному рассуждать. Например, можно вспомнить, что 1% это 1 сотая, а 10% в 10 раз больше. То есть получается 10 сотых. Получается 1 десятая. И потом умножить 3000 на 1 десятую. Это все равно что разделить на 10. Получается 3000 делим на 10 будет 300. Это первый способ. Второй способ такой. Чтобы найти процент от числа, нужно перевести проценты в десятичную дробь. Для этого нужно передвинуть запятую на два знака влево и найти долю, определяемую этими процентами. После этого необходимо число, от которого мы ищем проценты, умножить на эту долю. То есть получается мы число, то есть стоимость шкафа 3000 рублей, чтобы от этого числа найти 10 процентов, нужно умножить на эти 10 процентов, но только в виде дроби. То есть 10 процентов в виде дроби. Сколько это? Надо перенести запятую на два знака влево. Переносим запятую на два знака влево. Получается 0,1. То есть умножаем на 0,1. Ну вообще-то 10 сотых, но 0 можно не писать в конце, поэтому можно записать как 0,1. И теперь умножаем 3000 на 0,1. Умножаем 3000 на 1 и один знак после запятой нужно отделить. То есть получается 3000 и один знак отделяем, получается 300. Получается 300. То есть 300 рублей стоимость сборки. И второе действие. Нам необходимо узнать стоимость сборки вместе со шкафом. Шкаф 300, вернее шкаф 3000 плюс сборка 300. Получается 3300 рублей. А это значит в ответ нам нужно записать число 3300. Пишем ответ. Ответ 3300. Задача решена.